Всем привет! Представляю вам инверторные плазменные резаки Ресанта ИПР. ИПР – это инвертор для воздушно-плазменной резки, который позволяет быстро и качественно разрезать металлические заготовки любой толщины. Процесс резки основан на подаче воздуха через электрическую дугу. При нагревании воздух превращается в плазму, которая способна резать металл. Агрегат можно использовать для резки черных металлов. К примеру, стали до 12 мм, цветных металлов алюминия до 6 мм, а также для резки нержавеющей стали до 7 мм. Рабочий цикл зависит от величины сварочного тока. Так, при тойке в 30 Ампер и при нормальных условиях аппарат способен резать без перерыва не менее 6 минут. И не забывайте, чем толще металл, тем больше сила тока нужна для его резки. Модели ИПР-40 и ИПР-40К различаются системой поджига-дуги. Устройство оснащено удобной рукояткой. На передней панели управления расположен регулятор тока, регулятор времени подачи воздуха после окончания резки, контрольный манометр, силовые разъемы для подключения клеммы заземления и горелки и световые индикаторы. На задней панели расположена клавиша включения и выключения устройства, а также штуцер для подключения баллона с газом. Обратите внимание, по технике безопасности необходимо использовать маску, респиратор и краги. Рекомендую работать в защитной одежде и обуви. Если рядом есть легковоспламеняющиеся материалы, рекомендуем под рукой держать огнетушитель. Перед началом реза следует тщательно очистить деталь от краски или других посторонних веществ. Подсоединим к штуцеру воздуховод от компрессора и установим давление 4-5 бар. На верхней крышке аппарата расположен регулятор давления воздуха с фиксатором. Используя манометр во время работы, можно регулировать давление воздуха. Установим кабель массы к разрезаемому элементу, а горелку к аппарату. Рекомендуем использовать компрессор с ресивером объемом 50 литров и производительностью 200 литров в минуту. Выставим минимальное значение тока и подключим приборы к сети. Установим требуемое значение тока. Направим резак на разрезаемую деталь, затем прикоснемся к ней и нажмем триггер-включатель для поджига дуги. При контактном поджиге необходимо коснуться детали. При бесконтактном дуга поджигается на расстоянии. По окончанию резки отпустим триггер-включатель и отведем горелку от поверхности заготовки. В течение 2,5 или 5 секунд после этого воздух будет продолжать обдувать сопла для охлаждения. Выключим приборы подачи воздуха. Прежде чем убрать устройство, убедитесь, что все элементы плазменного резака остыли. Продукция торговой марки Ресанта гарантирует вам долгую и качественную службу. Увидимся!